Всем привет! И вы на канале 2DM! Сегодня у нас новый формат! Нет, формат старый, новый обзор! Всем вами любимые чипсы Lace. Вот, сегодня у нас на обзоре. Новинки, вот, от разных, так сказать, лиц. Почему все они? Ты думаешь, ее прям все любят? Да, ну, очень многие любят. Lace просто, ну, это народная. Просто кайф ловит номера. Просто. Если не знаешь, что брать, бери Lace не ошибешься. Просто в магазине, в основном, бывает не особо-то что-то есть еще другое, да? Да, Lace стиль. Да, и сегодня вышли новинки. Это новинки какие у нас? Да, у нас новинки от, опять, Явлеевой. У нас уже были вот здесь вот по ссылочке будут на Явлеевой уже были. Да, масштабный, ну, такой общий обзор не на Lace. Да, и была на Явлеевой, которую мы зачмырили, по-моему, тогда. Да, посмотрим, что сегодня она вас выдаст по вкусам новым каким-то. Да, есть надежда. Есть у нас футбольная серия для парадов Лига Чемпионов. Вот здесь вот у нас Лакенфеев, Месси, вот, бургер и киношная. Ну, новинка для кино там прямо написана. Да, для кино Сырвичина. Хотя, как новинка, это уже тоже классический любый вкус, по-моему, Сырвичина. Ну, написано. Он есть всегда, потому что его не было улыбка. А, с чего начнем? С дела. Погнали пробовать эти вкусняшки. Чипсы. С чего начнем? Мне пофиг, давай с любого с Сырвичина. Давай с Сырвичина. С Сырвичина. С Сырвичина. Мне не нравится вот эта упаковка, она какого-то боссного цвета. С серебристого. Ну, для Чипсов не идет. Хотдог. Сосисички начнем. Да, потом сосисочки вот эти будут. Блин, тут очень много сосисок. Я люблю, когда много сосисок в Акру. Ну, да. Класс. А, это хотдог. Ну, цвет пакета какой-то, он неприметный. Обычно, Чипсы яркие, такие веселые, какие-то непонятные. Не для хотдога. С серебристый. Кто бы у вас подумал, что хотдог это серебристый цвет. И при чем здесь как бы запах ничего общего с хотдогом не имеет? На, понюхай. Ну, запах пахнет сосисками. Какими, блядь, твоими? Да, не мытыми. Не мытыми сосисками. И их много. Ну, если я не мыл. Не, пахнет, ну, не знаю, хотдог. Но хотдог их не пахнет, блядь. Хотдог пахнет другом вообще. Это просто какая-то типа стейк, вот это. Ну, вся мясная селья, она примерно вот такой запах имеет какой-то. Не, ну, больше сосиски не было. Именно такой вареный сосиски. Обычный. Прям. Ты где-то нашел запах сосиски? Мне кажется, есть небольшой. Хотдог, пах, вот мы брали эти сырные шарики. С хотдогом. И там прям хотдог был реальный. Да, да, охуенный запах был. И вкус тоже. Но здесь нет. Ни хотдогом не пахнет. Ни хотдог на вкус. Но вкус нормальный. Но не хотдог. Но не хотдог. Не заявленный как бы. Да. А я такое осуждаю. Вкус прикольный, вкус прикольный, но не хотдог. Это большой минус, когда так происходит, когда заявляешь ты, блядь, хотдог. Да. Должен быть худок. Он соленый. Вкус такой соленый, немножко скопочий. Ну вот какие-то барбекю стейки вот эти вот, что-то такое вот похоже. Да, вот хрустим в этой. Да. Которую я даже не мог никак угадать. Похоже. Очень хороший вкус, да. Да. Но это вкусно. Это хорошо. Это 4. Четверка плотненькая, но плотненькая. Из пяти. Да, четверка вполне неплохая, но... Мы тоже станем плотненькие после этих всех чипсов. Не, не, никуя. Блядь, за вкус четверка, а вот за то, что это хотдог и за совместимость к названию со вкусом, это двойка. Ну потому что на хотдог это никакого отношения к хотдогу вообще сейчас не имеет. Не интересная вещь. Полный, да, Ваня высказываю, да, вот эти все ситуации как бы. Давай дальше. Давай, следующая тоже от Явлеевой. Веселая пачка, вот эта похожа на чипсы. Хорошая, да. Она на уши, кстати, совсем другая. Можете попробовать. Ах, любви. Твердая. Твердая. Блядь. Твердая. Нам еще есть чипсы. Ясно. Ставьте лайк, если вам нравится. Они рифленые, кто мне тоже больше нравится. Я рифленые тоже больше люблю. У рифленых, кстати, я не знаю, насколько это правильно, но вкус какой-то более выраженный. Да, там больше ароматизаторов и вкусовых добавок. Может просто из-за этого, да. Запах. Вот на гриле с сосисками пахнет. Прям гриле. Вот когда положишь купат какие-то на гриле, вот так они пахнут. Ну, запах похож на заявленные футбольные колбаски с горчицей. Да. Почему они футбольные? Видимо, колбаски футболистов. На гриле. Ну, и носки горчицы есть. Запах похож хороший. Да. Запах похож на то, что написано. Вкус, прям горчица хорошо появляется. Ммм. Колбаски не знаю. Горчица, бля, горчицу не худается. Здесь уже есть совпадение с заявленным вкусом. Здесь не доебаться. Но вот колбаски как-то не чувствуется. В запахе они есть, колбаски. Да. Именно копченые такие. А вот во вкусе одна горчица, такая слабенькая. Горчица? Не, ну такой есть привкус барбекю или что-то. Ну, как будто горчица немножко на чем-то пожаренная. Ну, вот. Как будто что-то обмазали горчицей, и ее вот ты ешь. Да. Это хороший вкус, неплохой, да. Четверка. Четверка. Вполне хорошая. И совпадение есть. А когда есть совпадение, то уже хорошо. Согласен. Вот по-прошлому, если по вкусу чистым брать четверка, а по совпадению это просто двойка, там не даже ница. Даже меньше. То здесь и вкус четверка, и совпадение четверка. Посильнее бы колбаски выделялись, и было бы вообще прекрасно. А так горчица прекрасная. И так, переходим к третьему вкусу. А-та-на-да-блядь. А-та-на-ста... А-та-на-да-да. Сука, сложное имя. Просто имя. От Ивлеева. В пизду имена. Да. А-та-на-ста-сиев. О. Получилось. Просто собирался на них. Это... Это... Рефери-бургер. Почему рефери? Непонятно. А что значит рефери вообще бургер? Что, у судей какой-то, блядь, свой бургер есть, блядь? Или что? По сути, в перерывы жрут особые бургеры какие-то. Собые. Сами создают их в перерыве. И жрут, да? Ивлеева. Из дома приносят. А, ивлеева тут типа... Там везде просто в каком-то офисе нарисованном. А, опять же, пачка хорошая. И на ручек, и на цвет. Цвет, да. Привлекательная. Вот. По запаху прикольно. Хуя. Я не знаю, чем пахнет. Не похоже особо на бургер, наверное, но запах приятный. Нерезленная. Классические чипсы. Непонятно, чем пахнет. Это вкусно. Пряненько так. С травками с какими-то. Не знаю, опять же, насколько это какой-то бургер. Но, в целом, бургеры бывают настолько разные, что тут как бы... Не приебаться, да? Да. Это похоже на Lace Natural. С пряными травами. Похож? Ну и... Там прям травы-травы. Да. Травы... Нотки трав. Трав, ну да. Есть нотки. Такие. Но тут не Natural явно. Они прям жирные. Как ты? Осуждаю. Одобряю. Нормально-то, да. Ну, слушай, неплохой вкус, опять же. Интересный. Он не то, что неплохой или хорош, он интересный. Ну, вот горчица, конечно, была бы, наверное, все-таки получше. Горчицу, если еще раз ты можешь взять и знать, что от нее ожидать, что тут... Стоит попробовать просто раз, чтобы убедиться, что еще раз брать не надо. Ты как бы не расстроишься, не обломаешься, но еще раз не возьмешь. Ну, может и возьмем. Но серия с Явлеевой, она же потом пропадает, по-моему. Это ограниченная серия или это реально ограниченная серия. Не знаешь, когда ограниченная серия и, блядь, 10 лет в магазинах всегда продается. Так, с старым мельником, темным. Ограниченная серия уже много лет. А Явлеевой реально, вот предыдущая пропала, да, их нету. Видимо, эти тоже. Ну, то есть... Их нет, правильно говорить. Осуждаю вот сам себя. Предыдущего. Осуждаю предыдущего себя, да. То есть, чтобы успеть просто попробовать, это стоит попробовать. Попробовать стоит, да. Я четверку тоже поставил. Если хот-дог даже пробовать не стоит. Вот так вообще. Попробуйте. Нет, хот-дог стоит попробовать, но он не хот-дог. Вот так вот. Хот-дог, не хот-дог. Это нормально, но из этой всей серии Явлеевой я бы горчицу выбрал. Да. Ну, мы сейчас попробовали бургер последний. Давай попробуем бургер. Бургер, да. Футбольный теперь. Да, с Акинфеевым. Вот у нас тут футбольный зелье. Игорь. 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 Пачка похожа на сметану и зелень. Игорь. Перекутать. Игорь. Итак, чем же отличается вкус? Это, правда, был запах, но ничего страшного. А давай попробуем. Сравни. Нет, отличается, отличается. Более яркий выраженный вкус вот здесь вот. И больше похоже на именно мясо с хлебом в вкус. Ну, запах. Запах. Да. Почему ты вкус за это? Запах называешь вкусный. Здесь меньше трав. Там прям травы сильно перебивали. Здесь они тоже есть, но и как-будто мясная котлетка что-ли. Да, мясо чувствуется на запах, да. Запах хороший. Попробуем на вкус. Если честно, мне больше нравится чем-то. Меньше вкус. Не, хороший. Он менее яркий. Там травы вот так ярко играют. А здесь такой... Он очень нейтральный. Вкус прям... Ты прям можешь даже различить картошку вот такую. Сама чипси. Зато ненаярщий. Можешь... Нет, хороший. Да, вот он не такой... Не ядерный. Да. Он легенький, приятный. Кстати, на сколько... На какой-то соус для бургеров похож. Вот что-то такое есть. Американский какой-то соус. Вот типа да, да. Что-то есть такое. И он, да. Он, конечно, менее яркий. Но этот на тройку по мне, наверное. Я тоже четвертый поставил. Он хороший. Нет, сочетание... И вы... Заявленного вкуса и вкуса внутри... Это хорошо. Прямо почти пятерка. Да. И вот послевкусие вот ты поел... Вот как будто ты, правда, бургер поел. Ну да. Это очень... Прекрасно. Но сам вкус для чипс конкретно. Да. Он очень легкий. Да. Ненавязчивый. И не остающийся во рту надолго. Ну вот знаешь, есть такие чипсы в пачке. Когда ну прям ядерные. Такие бывают. Здесь, по-моему, их вообще нет. Вот бывают такие с солью. Еще какие-то, наверное, бывают, где нет таких. И вот здесь таких нет. Он просто общий такой... Я люблю именно ядерные вкусы. Чипсов прям очень. Если ты жрешь чипсы, ты ешь именно за химией. Вот за... Чтобы раздражал твой вкусовый рецептор. Зачем мы тогда пробовали Lice Nature? Они, кстати, довольно ядерные по вкусу. Они как бы... Сильнее чувствуют себя, чем вот эти. Нет, слушай, они вкусные. Вот вкусные. Тебе понравились? На вкус они неприятные. На толь. На толь-то для меня. Я опять ставлю четверку. Потому что пятерку... На пятерку я давно вытерам, наверное, вау. Я не знаю. Я просто... Ну, что-то такое. А это просто хороший вкус опять же. Хороший, средний. Из пяти тройка это средний вкус. Теперь переходим к самому сладенькому. А знаешь почему? Почему? А я тебе отвечу. Давай. А у меня есть ответ. Я же был готов к твоему вопросу. Ого. Подготовился к этому вопросу? Знаешь почему к самому сладенькому? Потому что здесь... Лионель. Месси. А он сладенький. А он сладенький. Боже мой. Лионель. Мммм. Лионель. О май гад. О май гад. Лионель нам представляет рифленые чипсы ивлейс, опять рифленые колбаски в горчичном соусе. Где-то мы это видели. Ммм. Где же? Две минуты назад. Ну да. Слуха от Ивлеева, а это от Месси. Да, там. Разрабатывал литер. Стоял такой. Чего тут запах? Тут горчица не чувствуется. Тут что-то другое. Не, чувствуется. Чувствуется горчица? А мне какие-то колбаски больше прям чувствовали. И колбаски чувствуются. Там есть баланс с сосиской горчица больше горчицы. Там прям горчица на 90. Ну 90. А здесь прям 50 на 50. Здесь хорошо. Ну я почувствовал больше даже колбаски. Горчица чувствуется? Горчица слабенькая. Ты знаешь, французская горчица покупал? Такая зерновая немножко. Вот очень похожа. То же самое. Ну и запах кайфовый. Очень лёгкий вкус. Запах очень приятный. Запах, блядь. Да запах, твою мать, блядь. Запах горчицы. Бей себя. Бей. А здесь и вкус 50 на 50. Угу. А Месси Старо как бы и здесь. Лучше. Лучше. Мне как бы не очень нравятся в принципе чипсы вот именно с таким вкусом. Но тебе не очень любят колбаски, вот эти вот мясо, гриль и прочая тема. Но здесь идеально то, что реально 50% колбаски и 50% горчицы прям чувствуется. Ты пробуешь, блядь, колбаски. Очень сильно сначала. А после вкуса прям горчица. Ну не после вкуса, а где-то в середине нотки горчицы. Я за это даже готов пятерку поставить. Это пятерка. Однозначно. А по вкусу, ну типа если вы любите вот тему вот этой колбаски и прочее, это наверное вам зайдет просто идеально. Да. Я просто не очень сильно люблю поэтому. Но именно сама мне понравилось, что прям вкус чувствуешь реально всего, чего заявлено. Это же так шикарно, когда ты читаешь колбаски и ты прям ешь, как будто колбаски реально. И прям с горчицы как будто ешь. Да, горчичка прям чувствуется. Притом она на вкус не как вот эта вот французская, она сладковатая. А эта горчица какая-то такая, ну остренькая. Ну пряная. Ну да, то есть я тоже не очень особо люблю прям именно колбаски горчицу. Но вот этот вкус, он прям вот как заявлен, так и есть. И это охуенно. Сочетание прям вообще, прям идеально сделано. Я прям умолчил. Пятера. На все пятерый вкус. Вкус пятера. Сочетание пятера. Вообще все пятерый. Кстати, я заметил, ну благодаря нашим обзорам видимо я заметил. Потому что до этого я никогда в жизни не обращал на это внимание. Мясная тема, вся она красного цвета. Тёмно-бурая. Сметана там, сыр вот такой. Синий. Зелень зеленая. Ну оранжевая вот эта вот. Да, зелень зеленая. И вот как бы по цветам все равно делится. Почему куток, сука, серебряный? Хуй его знает. Ты смотришь на куток ебать серебро. Типа он должен быть каким-то красным видимо. Или хотя бы желтым. Желтым. Ну типа сыр. Да. И последний вкус остался. Да. Отличающий от всех. Крайний вкус новиночек. Прошу прощения некоторым словом, если не нравится. Да. Это новинка для кино. Почему так? Почему для кино? Хуй его. Не относится ни к футбольным, ни к Ивлеевой, ни к чему. Кстати, почему правда бургеры и колбаски были для футбола? Ну и Ивлеевская тема, ладно, она типа может там придумала якобы. Почему вот тема для кино сыр и ветчина, а для футбола колбаски и бургер. Это, блядь, кто лишь? Кто распределил, да? Как это распределено было? Кто отвечает за, так сказать, данные вопросы? Здесь прикольная пачка. Здесь она типа кинопленка сделана. Опять же, пачка прикольная. Она даже не очень яркая, но кинопленочка, все дела. Большая, тем больше и больше, да. Здесь она простенькая, но пленочка в тему кино хорошо. Сыр. Да, это просто сыр. Да, запах чисто. Просто сырный запах. Просто сыр. Максимально сильный. Там ветчины, от ветчины нету запаха вообще. Надеюсь вкус от ветчины. Надеюсь, потому что сырные чипсы я не очень сильно люблю. Я вообще это как бы, если заявлю, что с ветчиной. В вкусе есть такой сладковатый. Вкус ветчины. Прикольно. То есть, короче, от сыра запах, от вкуса ветчина. Вот получается ветчина сыра. Реально, на вкус хоть и сыра сладко чувствуется. Я понял, почему я такие напачкал. Ты ее сожрешь за 10 минут, пока фильм начал, ну, взять титры, рекламу. Пока фильм ее, да. Да. Потому что она прям заходит, залетает. Вот, да. Тут тоже вкус не прям ядерный, а такой легкий. Ну, я бы не сказал, что прям легкий. Нормальный вкус. Ну, а от сыра, самое интересное, реально, сыр. Настолько вот вулкан такой запах охуячит от него. Охуячит. Ну, вы поняли. Сильно извергается. Испачкает. Вот. А на вкус, мне кажется, из-за того, что ты чувствуешь запах сыра, у тебя как бы сам срабатывает сырный какой-то рефлекс. Потому что на вкус сыр, по-моему, не чувствуется. Ну, больше ветчина. И еще, это прям похоже на... Ветчину сыра. Более такие классические, знаешь, решения лейс вкусовые. То есть, если вот это все вот прям видно, что не совсем от лейса идет, а что-то другое от кого-то. На новинке, они не на той новинке. Вот это, несмотря на то, что это новинка, ты можешь сказать, что это отлично. Сыр ветчина вообще вкус классический. Если попробовать другие продукты сыр ветчина, они похожи. Нет, это очень вкусно. Тянет все время брать и брать. Это очень хорошее, да. Потому что упринулся, кстати, из сыра ветчина. Ты пробовал когда-нибудь, да? Ну, вот такой у них. Вот упринулся, так себе вкус какой-то. Здесь прикольней. Есть еще перьешки или какие-то сухарики сыр ветчина. Прям вот. Трикорочек, что ли. Да. Но они прикольные. И на вкус вот они похожи на лейс. Вот на этот. Только эти мягче немножко. Эти мягче и... И слаще. Короче вкус, да. И на вкус ты чувствуешь и сыр ветчину реально. Или может от сыра, блять, запах. Ну, это прикольно. Это прикольно. Хорошо. Особенно мне нравится вот в начале вот эта немножко сладковая. Мне нравится, что мы во всех обзорах последних все хвалим. Да. Мы прям, блять, просто все хвалим. И это мы тоже хвалим. Это... Ну, я четверку опять дам. Я не дам больше. Нет, я пятерку. Это прям... Ты сожрал за 5 минут. Да я все-все-все пачку сожрал. Очень вкусно. Сука. Ты просто любишь поджевать еще. Особенно вкусные чипсы. Ну, невкусные логично, что не очень. Я правда не знаю, что лучше в смесье колбаски с горчицей или это. Колбаски с горчицей? Я не могу выбрать. Но это очень. Они немножко по-разному вкусные, но они очень охуенно вкусные оба. Эти не острые, не пряные. Эти нежные. Очень нежные. Вкус нежный. Да. Они сладковатые. Это из-за ветчины. Ну, ветчина на вкус как-то есть у меня немного. Да. Ну, сластинка такая. Прям ветчина прям очень чувствуется. А те, что были в смеси, они такие пряные, ну, колбаски с горчичкой. Пряненькие. Ну, тоже очень вкусные. Насыщенные. То есть, по настроению, если хочешь не остренькое, пожалуйста, очень вкусно. Хочешь поострей? Бери Лионеля. И согласен. А Лионеля можно взять в любой ситуации. Лионеля можно взять в любой ситуации. И вот под кино вот это прям охуительно. Да. Я вот прям представил, что я смотрю фильм. Они вот такие. Ты просто не замечаешь, как ты берешь. Они очень навязчивые. И одновременно очень вкусные во рту. Это просто супер для кино. Ты понял, как они придумали, да? Да. То есть, они, видимо, сделали огромный след. Да. Наверняка они делали. Видимо, давали людям какие-то вкусы, которые лучше сойдут с фильмом. Там прошел процесс огромный. Ну, наверняка прошел. По сути, в таких компаниях, я думаю, сто процентов там проходит. Да. И они вот это вот, блядь, как-то вот выявили, сделали. И сделали. Ну, вкус там прекрасный. И вот то, что под кино, вот ты сам сказал, типа, тебе заебись. Под кино будет вообще заебись. За это лайк тогда. За Лейса, за это лайк просто. Это просто цветерка чистая, вообще прям. Ну, мне больше всего нравится, что там заходят все новинки в последнее время. Мы снова. Мы обычно все по классике, классика, классика. В целом, новинки. Ну, вот кроме хот-дога. В новинки зашли. Да. Кроме хот-дога. Потому что серый цвет отталкивает, он тручает. Да. И несовпадение заявленного вкуса с тем, что ты получаешь внутри. Да. Для меня, лично для меня это очень важно. Промах, так сказать, минус. И тут единственный вот это. Все остальное достойно вашего внимания, достойно попробовать. Да. Что-то вам может понравиться не так, как нам. Что-то может совсем по-другому. Вот. Но мы очень советуем попробовать сыр-вечину обязательно. Ну ладно. Очень прям. Все, что с горчичкой. Да. Все с горчичкой. Горчица Лейсу прям удается. У них горчичка. Да. Ну, а бургеры, ну, на ваше усмотрение. То есть, особо бургеров конкретно там вы не почувствуете. Очень сложно. Здесь больше травы. Здесь, да, мясо чувствуется. Но это больше какие-то котлеты, что ли, чувствуется. Что-то такое. Нет, соус какой-то. Или соус. Бургерный именно такой вот. Ну, вот такой обзорчик у нас получился. В целом, все позитивненько. Сегодня классно, здорово. Это прекрасно. Это вообще идеально. Все классно. Спасибо, что посмотрели. Ставим лайки под этим видео. Саня очень хочет, чтобы поставили лайки. Очень хочу. Ссыкал очень давно. Очень. Ссыкал. 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 Лишь бы лайк. Лишь бы лайк. Пишем комментарии. Пробовали вы эти чипсы? Может, видели какие-то новинки другие? Вот. Ведитесь своим мнением по поводу других снеков. Топ. Проволочить сильно. Давай. Давай. Бомби. Бомби, бля. В общем, да. Да. Пишите предложение по новым видосам. Вот. Ну, это на лейт. Следующий будет на Jazz Brutal. Вам сразу, так сказать, затравочка на чипсы. Вот. Поэтому ждем новый видос. И всем. А подписываться ты и сказал? Нет. А, надо подписываться на канал. И подписываемся на канал. Ну, конечно. Чтобы не пропустить следующие видосы по Jazz Brutal. Да? Вот. Чипсы. Я бы ждал Jazz Brutal. В общем, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.